Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной влог новостей The Isle of Rima. Перед началом, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Итак, этот ролик будет посвящен ответам на ваши вопросы, а именно, скажем так, глобальные. Касаемо будущих обновлений новых динозавров, примерно расскажу вам, что ждать в первые, наверное, два квартала года по The Isle of Rima, что будет с людьми в игре и вообще, что нового ждет нас. Начнем. А начнем мы с первого и глобального. Обновление 6.5. Новая карта Getaway. Малое количество погодных условий. По моим оценкам, это может произойти в середине февраля, либо чуть раньше. Getaway уже есть как две недели на стресс-тестах. Мы изучаем карту, но вот с выходом Getaway нам дадут двух игровых динозавров. Бэйпиазавр и Траодон. Об этом я уже много раз говорил в новостях, да и ни для кого не секрет, что эти два новых динозавра в руках Кьюалити Асараундс уже давно. Система ядов Траодона и механики выживания Бэйпиазавра также уже более-менее известны и понятны. Собственно, выпускать только Getaway в 6.5 будет нецелесообразным, на мой взгляд. Почему? Да потому что она разрабатывалась под новых динозавров в игре, особенно касаемо двух последних. То, что мы видели и видим на тестах, это неполная карта. Много чего отсутствует. На переработку она, конечно же, уйдет. Но ненадолго. Повторюсь, февраль. Мои ставки таковы. Обычно мои прогнозы выходят примерно с 80% предположений. Также, как стало известно, разработчики, внимание, заявили, что с выходом 6.5 они будут переходить на новый игровой движок Unreal Engine 5, о котором они уже говорили. Да, сейчас ты испугался и сказал, что все, моя печка, ПК, железо, назови как хочешь, не потянет Эвриму. Разработчики сказали, что более-менее не старые игровые ПК, на них даже поправится оптимизация. Но вот для более устаревшего железа Эврима будет уже проблематично. Честно, как бы это обидно не звучало, но век технологий не стоит на месте. Короче говоря, посмотрим, как оно будет на деле. Пишите в комментариях, что думаете об этом. Идем далее. Нам показали будущие клетки для захвата людьми и отлова динозавров. Давайте взглянем. Потрясающе, не так ли? Люди в игре. Они вышли не очень функционально с шестым обновлением. Но разработчики заявили, что с обновлением 6.5 у людей появится первое оружие. Не то, что было заявлено ранее. Итак, у нас будет нож, лом и даже вроде кувалда. Хоть какой-то отпор динозаврам. Но, возможно и те самые КПК. Логично. Ведь играя за человека, мы должны как-то ориентироваться на новом острове. В общем, что будет известно, более сразу вам сообщу. Погодные явления в игре. Пасмурная погода, гром, молния, гроза, дожди. Все это выйдет до конца года. Часть из них войдет в 6.5. Тизер мы явно видели. И причем это сделано на движке Unreal Engine 5. И, кстати говоря, мы видели молнии, точнее на тестах. Скорее всего, это недоработанная часть погоды. На первом старте мы можем увидеть туман, мелкий дождь, моросящий. Извержение вулканов и засухи не ждите. Так же, как и поражение молниями. Что касаемо новых динозавров. Давайте соберем все факты до единого. Что сейчас у нас есть? Кого ждать в этом году, либо в ближайшее время? Ну, конечно же, это Беппиазавр Троадо. Порядковый номер выхода динозавров мне неизвестен. Но, явно, в этом году мы увидим Галимимуса, Герерозавра, Цератозавра. То есть, грубо говоря, мы будем иметь 5 новых динозавров по сути. Так как анимации Церы нам показывали и показывали некоторые тизеры к нему. Галимимус нам неоднократно показывали их разработчики на своих стримах на Twitch. Так же, каждое упоминание дефлогов, вроде бы, касается постоянно двух последних. Герерозавр. Мы уже видели некоторые анимации его лазания по скалам. Именно на новой карте Гэтауэй, а так же видели скриншоты. Но вот здесь у меня почему-то есть еще предчувствие. Тирекс. Но это уже многие знают и, возможно, понимают почему. Это было бы круто, на мой взгляд. Ух, динозухи, стегозавры, берегитесь. В общем, год только начался. Нас многим удивят и еще много чего покажут и добавят. Но факты останутся фактами. Ах, да, забыл. Система старейшин. Но это уже будет совсем другой ролик. Так что обязательно прямо сейчас подпишись на канал, поставь пальчик вверх и нажми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски новостей, стримы и другие ролики касаемо The Isle of Rima. Всем хорошего выживания. До встречи. И пока.